В продолжении наших занятий по теории и практике лидерства мы абсолютно не можем с вами не затронуть вопрос роли и значимости мировоззрения. Лидерство мировоззрения, лидера, руководителя, сотрудников, соратников, вовлеченных в процесс лидерства и руководства в организации, либо это частное предприятие, некоммерческая организация, либо это церковная община, государство. Тема обозначена для этого периода занятий – лидерство мировоззрения, богословие лидерства и основы христианского лидерства. Давайте мы с вами вспомним наше рабочее определение, что такое лидерство. Лидерство – указать путь и помочь другим следовать по нему. Указать путь вперед, к изменениям, в будущее и помочь или побудить других следовать по нему. Лидеры ведут за собой, поддерживают, вселяют надежду, вдохновляют, идти за ними, воодушевляют какой-то идеей, оказывают содействие к тому, чтобы люди могли понять, каким образом можно достигнуть этого видения или задач, которые поставлены. Мы вчера говорили с вами о том, что у начальников есть подчиненные, а у лидеров есть последователи. Принято считать, что сначала нужно думать, а потом поступать. Но в жизни, в практике иногда происходит следующее, что сегодня делаем, а завтра думаем. Но так ли это? В действительности ли наши поступки необдуманные? Либо любой поступок является результатом нашего мировоззрения? Это только кажется, что что-то необдуманное. Просто в системе наших координат нет потребности, нет четкости в отношении того или иного поступка. Мы его совершаем и уж потом начинаем, в общем-то, осмысливать, почему мы так поступили. Когда мы с вами говорим о мировоззрении, о убеждениях человека, его взгляд на мир вокруг себя, мы не просто говорим о каких-то философских умозрительных представлениях, мы говорим о совокупности мыслей и действий. Практически мировоззрение у человека может быть не сформулировано в каких-то тезисах. И человек может, в общем-то, вам и не рассказать его. Но, наблюдая за его жизнью, вы можете, в общем-то, каким-то образом сконструировать то мировоззрение, которое у этого человека есть. Вопрос небанальный. Есть ли связь между мировоззрением людей и лидерством? Традиционно считалось, что компетенции важны для эффективности. Ну а как насчет убеждений, чувств, вообще в воззрении на происходящее, на саму жизнь? Конечно же, они тоже играют роль. Кроме компетентности, кроме определенных умений, у человека должна быть осмысленность. Ну, во-первых, для чего приобретать эти компетенции? С помощью которых чего-то достигать, ради чего? И, естественно, определенные установки просто необходимы. В лидерстве мировоззрение – это такая некая интеллектуальная конструкция, которая влияет на практические решения во взаимодействии лидера и последователей, в принятии решений общей цели, в выборе стратегий, в выборе ценностей, в учете каких-то обстоятельств. И мировоззренческие установки, они влияют на ментальную модель человека, из которой, в общем-то, происходят поступки. Лидерские качества, умения, стратегии, тактики – они зависят от мировоззренческих установок, повторяюсь. Ну вот, мировоззрение человека – это созерцание сознания им мира, его самого окружающего мира. Поэтому вопросы – кто я, почему я здесь, какова природа реальности, что происходит не так, как должно происходить. Для лидера это очень важно. Так вот, каков этот мир, такову и мировоззрение, мировоззрение, миросозерцание человека. В одной из работ, которые я прочитал определенное время назад, автор Джон Виссер, американец, «Мировоззрение и лидерство», он подчеркивает, что любой капитал – социальный, материальный, экономический, интеллектуальный, нравственный, государственный – напрямую зависит от мировоззрения лидеров государства. И вот применительно к созиданию крепкого государства Виссер утверждает, что мировоззрение, которое укоренено в служении, сотрудничестве и честности, может построить в государстве счастливое, полноценное гражданское общество. Джон Виссер в своей работе подчеркивает, что для мировых лидеров развивающихся стран, и к такой стране он относит и Российскую Федерацию, вот крайне необходимо иметь такое мировоззрение, которое как причина произведет гражданское общество, в котором будут наблюдаться гармония шести следствий. Мировоззрение как причина и шесть следствий. Во-первых, развитая инфраструктура, здравоохранение, технологии. Во-вторых, стабильная экономика. В-третьих, эффективное образование и мудрость системы воспитания молодежи. В-четвертых, мудрость, духовность и нравственность. Пятое, охрана природы и экологии. Шестое, правосудие и законопослушание. И, наконец, здоровое крепкое общество с признаками гражданственности. То есть наличием гражданского участия, доверия, солидарности и толерантности. Вот получается, что следуя логике Виссера, с которой я соглашаюсь, благосостояние людей не столько зависит от материальных каких-то благ, недр, ресурсов, сколько от определенных мировоззренческих установок, которые позволяют распределять ресурсы, устанавливать определенные нормы, законы, выстраивать жизнь так, чтобы было возможно законопослушание и были люди, которые являются примером следования государственным законам. И когда нужды каждого человека во внимании государства, когда устраиваются экономические, социальные, политические процессы, которые в действительности позволяют государству развиваться. Вот казалось бы, что для политического лидерства и для государственного лидерства, государственного управления, зависимость между мировоззрением и всеми действиями, направленными на реализацию государственной политики, есть очень тесная связь. По крайней мере, можем говорить о том, что в историческом прошлом в Советском Союзе экономика, образование, здравоохранение, все изъезжилось на определенные идеологии. Коммунистическая идеология являлась фундаментом, основой для всякой деятельности. Любая книга начиналась с тезисов творцов идеологии коммунистической. Что можно сказать о современной России? Что можно сказать о современной постхристианской Европе? Вот не все здесь однозначно. Мне кажется, процесс секуляризации привел к тому, что, когда речь идет о лидерстве в той или иной области, бизнес, наука, политика, то мировоззренческие вопросы поднимаются реже и реже. Почему? На мой взгляд, все происходит по той причине, что невозможно для современного человека говорить о мировоззрении, не затрагивая вопросы религии. А вопросы религии никак уж не хочется затрагивать. Потому что современный человек в постхристианской эре хочет, в общем-то, оперировать лишь только категориями материалистическими, антропоцентрическими, в картине которой, конечно же, нет Бога. Доказательство моего аргумента хотел бы сказать о книге, которую совсем недавно проработал, прочитал. Это материалы конференции Харвардской школы бизнеса на тему лидерства, теории, практика. Очень объемная книга. Материалы конференции посвящены самым различным аспектам. И очень интересно, что 800 страниц этих материалов вопросы мировоззрения абсолютно не затрагиваются. Затрагиваются качество, стили управления, сфера деятельности, возможно, какие-то другие аспекты психологические, управленческие. Но вопросы мировоззрения лидера не являются предметом обсуждения. Наиболее авторитетная энциклопедия по лидерству, теории, исследования и подходы управления Бернарда Басса. Больше тысячи страниц. Очень солидная, серьезная работа. В энциклопедии нет статьи. Мировоззрение. И вот вопрос заключается в том, можем ли мы с вами говорить о мировоззренческих основах для лидерства и руководства? Можем ли мы, следуя другим христианам, поставить вопрос о лидерстве, как они, например, ставят вопрос о основе христианской для душепопечительства, психологического консультирования, социальной работы, педагогических подходов? На мой взгляд, конечно же, не только можем, а должны. Один из авторов ставит вопрос, может ли христианская вера влиять на лидерство и управление? Ответ – должна. Ответ – должна. Нужно осмыслить и продумать, а в общем-то, в чем суть христианского мировоззрения и какую площадку, платформу оно создает для определенного вида деятельности, которое осуществляет человек. Когда мы с вами говорим о христианском мировоззрении, то оно, в принципе, состоит не столько из каких-то теологических аргументов, в плоскости сформулированных догм, сколько в плоскости духовного и нравственного опыта жизни. А мы с вами кратко сейчас поговорим о христианском мировоззрении. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Христианское мировоззрение, термин христианское мировоззрение, вошел в обиход совсем недавно. Хотя, систематические представления о Боге, о Вселенной, которая является творением Бога, о замысле Бога по отношению к жизни человека, семьи, общества, была осмыслена на протяжении многих веков пророками, учителями церкви, апостолами. Об этом говорили Моисей, Давид, авторы ветхозаветных книг, об этом говорил Иисус Христос и авторы новозаветных книг. Библия и христианское учение в целом дает нам такую объективную картину мира и рекомендации о практической жизни человека, когда он признает, Бог есть, у него есть определенный замысел для Вселенной и для жизни каждого человека и всего общества. Но когда мы начинаем задуматься об этом, мы уж больше богословствуем, нежели философствуем, потому что мы ставим вопрос о Боге. И это уже богословие. В общем-то, христианское мировоззрение это богословие. И, следовательно, перед нами стоит вопрос формирование, формулирование, богословие, лидерство. Эта задача очень непростая, но необходимая, потому что, исходя из наших богословских представлений, мы можем каким-то образом найти параллели и следствия причины к нашим поступкам и действиям в лидерстве. Необходимо создать общее пространство между нашим вопросом о лидерстве и руководстве и богословием. Ну, и, конечно же, стоит вопрос, что первично. Но здесь, наверное, отвечать нужно достаточно сложно, потому что первичен Бог, а разумение Бога, естественно, исходит от Бога, потому что Он дает свое откровение. И когда мы наблюдаем лидерство или сами вовлечены в лидерство, пытаемся рассмыслить с богословской перспективы, то, конечно же, первичным является богословие, а изучение лидерства является неким предметом, который мы исследуем через призму богословия. Но на сегодняшний день и богословие, и лидерология, дисциплины существуют раздельно, хотя необходимо рассматривать их вместе, особенности для людей, которые имеют христианские убеждения. Хотел бы привести две цитаты из книги «Во имя Иисуса. Руководство для христианских руководителей», автор Генри Ноуэн. И прежде чем я прочитаю цитаты, которые избрал, хочу рассказать о Генри Ноуэне. он является католическим священником и в свое время был достаточно перспективным и быстро развивающимся в карьере богословской преподавателем. Преподавал в Ельском университете. Писал книги. Вот однажды в его жизни произошла смена и места деятельности и самой деятельности отчасти. Он получил приглашение возглавить интернат для людей с определенными умственными отклонениями. И небольшая группа людей, которая находилась в интернате, никак уж не были способны следовать логике самой простой богословской лекции. Но Генри Ноун спустя годы говорит, что расцвет его богословия как раз и пришелся на то время, когда он попал в этот интернат и общался с людьми, которые умственно не способны воспринимать богословие с логической точки зрения, однако они понимали богословие как язык любви, внимания и великодушия. Генри Ноун пишет, без глубоких богословских размышлений лидеры будущего станут не более, чем псевдопсихологами, псевдосоциологами, псевдосоциальными работниками. Христианские руководители будущего должны быть богословами, людьми, познавшими Бога и научившимися через молитву, учебное заведение, вдумчивое размышление открывать божественный спасительный промысел в, казалось бы, случайных событиях современности. он предупреждает христиан, чтобы они не уповали на знания социологии, психологии, закономерностей социума и не искали компетенции в этих науках и в этих дисциплинах для повышения своей эффективности. Он видит, что прежде всего человек через молитву, через понимание Слова Божия должен духовно обогатиться, дабы на эту уже почву могли лечь совсем другие знания и дисциплины, которые, конечно же, также полезны. В первую очередь глубокие богословские размышления. У лидера, знаете, задача стоит внести какие-то изменения, определить цели. если он богословски не размышляет, Бога нет в его картине мира, тогда он никогда не поставит вопрос, это Бог мне открывает эту задачу, это Он меня призывает это совершить, это в Его воле, это ценно в Его глазах, какие стратегии для того, чтобы я реализовал сопоставимы с Его божественным замыслом, какие ценности, которые помогут мне достичь этой цели, являются божественными, какие пути работы с людьми, с моей командой богоугодны. если он поставит первый вопрос богословский, тогда все вопросы стратегии, тактики, планирования, оценки, организации, также будут поставлены богословски, но если первый вопрос поставлен не богословски, нужно ли это обществу, нужно ли это мне, тогда и все остальные вопросы будут решаться по творству обществу или по творству себе. Руководителем будущего, пишет Генри Ноун, будет тот, кто осмелится признать свою ненужность в современном мире как божественное призвание. Христианскому руководству необходимо совершить переход от рабственного лидерства к мистическому лидерству. Я поясню, насколько я понимаю Генри Ноун, по крайней мере я пытаюсь рефлексировать. Знаете, современная тенденция в лидерстве и руководстве ощутить себя человеком, который спасет этот мир, внесет положительные изменения, сотворит будущее. Я нужен этому миру, без меня мир пропадет и в конечном итоге все должны просто испытывать удовлетворение от того, что я есть. Они должны прийти и научиться от меня. Весь мир лишь только существует для того, чтобы наконец-то понять, что я есть. я являюсь этим ключиком к благосостоянию людей. Это я, кто сможет что-то доброе сделать в этом мире. Я нужен этому миру. Бог существует ради меня. Все люди существуют ради меня. Я нужен этому миру. И очень часто люди говорят, слушай, чего-то у меня ничего не получается. вроде бы хорошие проекты, добрые намерения. Ничего не получается. Люди в общем-то идут за мной, пока я им деньги даю, пока я им что-то даю. А так все от меня отворачиваются. Когда человек осознает, что людям нужен Бог, и они лишь только его соработники, его последователи, тогда что происходит? Тогда происходит совершенно другое отношение к этому миру. Нет, люди продолжают предлагать какие-то идеи, проекты, только они говорят, слушайте, вот было бы это хорошо сделать, потому что это хорошо в глазах Божьих. Когда мы все сводим христианское лидерство, или тему христианского лидерства к определенным моральным каким-то установкам, нравственным установкам, ну тогда на самом-то деле мы в общем-то повторяем тезисы гуманизма, который тоже имеет определенный моральный кодекс, но когда мы говорим о том, что в общем-то основа так называемого христианского лидерства является Бог, личность Бога, тогда познание Бога, следование жизни с Богом первично, нежели самореализация, достижение успехов в моих проектах, изменение будущего. Иными словами, когда человек стремится что-то сделать в этом мире без Бога, ну, иногда он достигает результатов, такое бывает, но это он делает без Бога, но когда он ищет Бога, тогда Бог говорит, слушай, знаешь, у меня сколько много работы, я тебе могу загрузить, и будет у тебя чувство самореализации, и открой перед тобой перспективы, и более того, я еще тебе помогу реализовать эти проекты. Иными словами, когда человек ищет Бога, и ставит перед собой задачу знать его лучше, ближе, тогда он, в общем-то, узнает себя лучше, тогда он становится лучшим человеком по характеру, он способен на большее. Когда мы ориентируемся на задачи и думаем, как и каким образом мы сможем усовершенствоваться для того, чтобы выполнить эти задачи, то очень часто мы не настолько эффективны, потому что нет у нас божественной помощи. У нас может быть помощь людей, педагогов, кого-то другого. Но когда мы ищем Бога, тогда Господь устраивает, так что у нас самые лучшие педагоги и проекты мы осуществляем, и счастливы мы, и успешны, и эффективны. В завершение я хотел бы подвести черту, поставив вопрос, что есть несколько путей богословствования. Есть путь теоретического богословствования, и есть путь практического богословствования. У разных авторов о практике мы читаем различные трактовки в древности, основные виды деятельности человека назывались теория, пуея и праксис. Теория, теоретически какие-то поиски знаний о истине. Пуео это намерение совершить что-то, или может быть свершение, а праксис это деятельность, которая результативна, она эффективна. Так вот, в христианской мысли богословской праксис это живой опыт, общения с Богом. Это также и актуализация нашей веры. Христианское мировоззрение прежде всего это не то, что мы думаем о Боге, а это является совокупность нашей мысли и наших поступков. Но наши поступки всегда укоренены в наших представлениях о мире и о том, что окружает нас. мировоззрение 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 Продолжение следует...